21-летний житель Мурома, суд над которым состоялся в феврале, мог бы стать претендентом на место в Книге рекордов. Правда, его достижение с отягчающим знаком минус. И связано оно с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В послужном списке муромского антигероя четыре задержания в пьяном виде сотрудниками ГИБДД. Две разбитые машины, срок в колонии. И, как выяснилось, срок не пошел ему впрок. Молодой и вечно пьяный вновь сел за руль. Попался и теперь, по всей видимости, снова будет изолирован от общества. Наш Вадим Уколов попытался выяснить масштабы этой проблемы. В течение всего прошлого года пьяный водитель дважды попадался с сотрудником ДПС в состоянии алкогольного опьянения. Он умудрился стать виновником сразу нескольких дорожно-транспортных происшествий. В одной из таких аварий в мае нетрезвый лихач, не справившись с управлением на иномарке, совершил столкновение с автомобилем и съехал в кювет. Концентрация этилового спирта в организме была превышена в десятки раз. Уже в августе, двигаясь на мотоцикле, он был снова остановлен сотрудниками и доставлен в дежурную часть. Алкотестер показал, что водитель был пьян. В итоге суд отправил муромлянина в колонию на реальный срок. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Это означает то, что подсудимый вину признал в полном объеме, с предъявленным обвинением выразил согласие. С учетом обстоятельств смягчающих наказания, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Удивительный факт. К материалам уголовного дела была приобщена положительная характеристика с места работы. Подсудимого назвали ответственным и трудолюбивым специалистом. У психиатра и у нарколога на учете он не состоял. Как же так получилось, что юноша, только вступающий в возрослую жизнь, стал настоящим рецидивистом? Здесь может идти речь еще о том, что развитие заболевания, возможно, есть, так как утрачена абсолютно критика поведения. То есть, если выпил, садиться за руль, подвергать опасности себя и окружающих. И, возможно, это в силу возраста желание оказаться крутым перед своими друзьями. Но, скорее всего, надо тщательно его обследовать. Вполне возможно, что это, к сожалению, развитие серьезного заболевания. Все зависит конкретно от человека. Кто-то, скажем так, похулиганил и с возрастом прекратил это, стал серьезнее относиться. А у кого-то, к сожалению, это пошло наоборот, по наклонной. С подростками, если подростки попадаются, то они, как правило, да, для них это более как-то все серьезно проходит, более, я бы сказала, жестко, ввиду возраста. И они вырастая, они уже серьезнее к этому относятся. И вообще к получению прав, и к поведению. Если же уже в более зрелом возрасте первый раз попался в такой ситуации, как правило, будет второй, третий. Несмотря на ужесточение мер наказания за пьяную езду, Муромским отделом ГИБДД за прошлый год было выявлено более 200 нетрезвых водителей. С начала 2021 года на территорию Круга Муром и Муромского района выявлено и привлечено к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии 32 водителя. 29 водителей отказались от прохождения свидетельствования на состояние опьянения. Один из водителей были повторно привлечены к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция призывает, увидел пьяного за рулем, сообща об этом в полицию. Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. В России за нетрезвое вождение штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет. Много это или мало? И какой должна быть ответственность, чтобы навсегда отбить желание сесть за руль в нетрезвом состоянии? Возможно, стоит обратиться к практике других стран в борьбе с пьясом за рулем. Например, как в Японии, где нарушителям грозит штраф в миллион йен. На секундочку, это больше полмиллиона рублей. Лишение права управлением на пять лет и тюремным сроком до пяти лет. Например, в Китае за пьяное вождение предусмотрена смертная казнь, если оно повлекло серьезное ДТП. Или для злостных нарушителей в их личные автомобили поставить алкозамки, как делают в некоторых европейских странах. Вадим Уколов, Илья Облётов. Наши новости. Продолжение следует...